Очередное заседание Совета депутатов началось с рассмотрения обращения членов товарищества собственников недвижимости Монинский садовод. Жители борются за изменение функциональной зоны под своими участками и обратились за помощью к парламентариям. Собственники хотят через депутатов получить ответ от Министерства обороны по поводу размещения дачных участков на землях военного лесничества, а также обратиться к губернатору Московской области с просьбой о передаче земли в городской округ. Просьба заключалась в том, чтобы обратиться нам с вами к губернатору с просьбой рассмотреть возможность передачи земельного участка с кадастровым номером. Он был нам указан, это земельный участок, который был передан службе исполнения наказаний из собственности региона в собственность муниципалитета. Депутаты поддержали инициативу и готовы направить обращения от лица Совета, как только получат необходимые документы. Коснулись на заседании и темы празднования грядущего дня городского округа. Праздничные мероприятия в Мониночкаловском и других населенных пунктах состоятся уже в эту субботу. 23 августа пройдет традиционная торжественная встреча гостей из городов-побратимов, а уже 24-го в центре города состоится большая концертная программа. В этом году по просьбам жителей место просмотра салюта будет перенесено из парка на площадку около центрального рынка. Инициатива депутатами была одобрена. Мы там проведем в преддверии 21.30, мы там проведем красивое световое шоу на воде и, соответственно, завершим праздничным салютом. А вот по вопросу о внесении нежилого помещения на улице Институтская, дом 30, в план приватизации принять решение депутатам снова не удалось. Парламентарии пытаются рассмотреть вопрос уже во второй раз, но пока безуспешно. В случае внесения объекта в план приватизации бюджет городского округа может пополниться почти на 10 миллионов рублей. Тем не менее, часть депутатов заинтересовала вопрос, не подходит ли данное помещение для образовательных нужд. По словам заместителя главы администрации муниципалитета Юрия Родионова, помещение было обследовано ГОЖПОЗнадзором и Роспотребнадзором. Заключение дано. Обучение детей в помещении вести нельзя. Отдельные выходы, вот еще дополнительные прорубать нужно. Да, это жилое здание, жильцы не соглашаются. Депутаты от КПРФ и Справедливой России отметили, что пока не получили заключение надзорных органов и не готовы без данных материалов голосовать за решение о передаче. Обе фракции приняли решение покинуть заседание. Рассмотрение вопроса решено перенести. Мария Смирнова, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.